Германогенные опухоли Редкость этой патологии приводит к многим ошибкам Из-за отсутствия опыта у специалистов Возраст пациентов, которые заболевают германогенными опухолями И возможность полного излечения увеличивает цену ошибки Потому что цена ошибки – это жизнь пациента, которого можно полностью вылечить И это мужчины репродуктивного возраста, мужчины, которые могут полноценно работать Это не жилые люди, поэтому цена ошибки крайне велика Несмотря на отсутствие лекарственных подходов Современные лекарственные подходы за последние 15 лет Очень важно соблюдать правильность тех лечебных подходов Которые были выработаны уже достаточно давно Обоснованием необходимости выполнения забрюшимной лимфоденоктомии Является тот факт, что в 50% случаев От 20 до 50 мы говорим Всё это зависит в том числе и от качества проводимой химиотерапии Может выявляться живая германогенная опухоль До 10% случаев в современных сериях наблюдений Раньше говорили о 10 до 20 Сделает тератома от 30 до 40 И некроз Вот три варианта гистологического заключения Живая германогенная опухоль неизбежно ведёт к прогрессии заболевания Тератома обладает непредсказуемым потенциалом биологическим С возможным местно деструирующим ростом Злокачественной трансформацией И является причиной поздних рецидивов Поэтому тератома тоже нужно обязательно удалять Я хочу начать с методов лучевой диагностики после химиотерапии Подчёркиваю, что позитронная эмиссионная томография Которая сегодня широко применяется Неинформативно у больных Несеменомными германогенными опухолями после химиотерапии И позитронная эмиссионная томография Показана только при семеномных опухолях Более 3 см в диаметре остаточной массы должны быть Большой ошибкой является отказ Это выполнение заброшенной эмпаденоктомии При негативном результате позитронной ничерной томографии У больных несеменомными германогенными опухолями яичка Тератома бывает всегда ПЭТ-негативный Это тоже нужно помнить Поэтому смысла выполнять ПЭТ-КТ У пациентов с несеменомными опухолями нет Также очень важно правильно интерпретировать Эффективность проведенной химиотерапии у больных С остаточной опухолью Отсутствие уменьшения размеров опухоли После 3-4 курсов химиотерапии Не означает отсутствие атлета И ошибочно назначает вторую линию химиотерапии Потому что тератома может вообще не уменьшаться в размерах Говоря уже о синдроме растущей тератомы Когда опухоль может увеличиваться в размерах Ну, я начну просто с небольшого клинического примера Это пример пациента, которому в 17-м году Выполнена опухолекотомия Не проведено, несмотря на то, что у него были факторы риска Никакого одевантного лечения И в 19-м году у него появились метастазы В завершении лимфоузлы Проведено 3 курса БЭП Дальше вот с такой вот рентгенологической картиной Которую вы видите слева Довольно неприятной Практически всю брюшную полость От уровня чревного ствола вниз И спускается малый таз Занимает огромная забрюшенная опухоль Маркеры были у пациента невысокие По маркерам относился группы хорошего прогноза И после последнего курса БЭП Они составляли около 40 единиц всего Но больному было отказано в хирургическом удалении остаточных масс Причем отказано было не где-то на периферии А в данном случае в Санкт-Петербурге И проведена вторая линия терапии В режиме ТИП Остаточные массы не уменьшились в размерах И уже потом пациент обратился к нам в анатологический центр Блохина Всю брюшную полость занимала огромная опухоль Но удаление этой опухоли было достаточно легким Потому что реминологическая картина не всегда говорит нам о технических возможностях удаления опухоли Иногда устрашающий вид опухоли может не соответствовать тем реалиям, которые мы встречаем во время операции И наоборот Поэтому всех больных нужно оперировать Показанием являются остаточные резидуальные массы любых размеров И больных несеменомными герминогенными опухолями Остаточные резидуальные массы при чистой семеноме, которая больше 3 см и позитивной на ПЭК Синдром растущей тератомы также является показанием к операции после завершения химиотерапии Химиотерапию все равно нужно завершить, несмотря на увеличение размеров опухоли Так как в опухоли может быть другой, кроме тератомы И после завершения трех курсов БЭК пациенту нужно оперировать Также необходимо оперировать поздние рецидивы герминогенных опухолей, которые получили химиотерапию Удаление рецидуальных опухолей у пациентов с положительными маркерами является хирургия отчаяния Тем не менее, в некоторых случаях позволяет или излечить больного, или продлить жизнь Итак, можем ли мы прогнозировать строение осаточных опухолевых масс? Да, можем, но только при семеноме Вы видите таблицу, где приведены разные исследования Все они говорят о том, что при опухоли менее 3 см Резидуальная опухоль после проведенной химиотерапии В этой опухоли никогда не бывает живой ткани Поэтому такие опухоли подлежат наблюдению, если это чистая семенова С другой стороны, если мы выполнили пациенту MDG PET с глюкозой Через 4-6 недель после завершения химиотерапии И мы видим остаточные массы положительные на PET размером более 3 см То вероятность живой опухоли велика Этих пациентов нужно оперировать Но только этих больных с чистой семеновой нужно оперировать Можно ли прогнозировать наличие полного некроза В остаточной несеменовой гермоногенной опухоли После индукционной химиотерапии? Все существующие предсказательные модели Приблизительно имеют процент ошибки 20% В свое время мы также анализировали наш опыт Почти 400 загрушенных лимфодиноктомий после химиотерапии Почти половина пациентов имела промежуточный прогноз Я не буду подробно останавливаться Вот наша предсказательная модель И вы видите, что точность модели составила всего 70% Специфично 72% И, конечно же, это недостаточно для определения строения Остаточных загрушенных масс Поэтому все больные с нормальными Или стабилизировавшимися маркерами И с остаточными опухолевыми массами После проведенной индукционной химиотерапии Подлежат загрушенной лимфодиноктомии Потому что в опухоле даже размером менее 1 см В 20% случаев мы можем найти тератому И в 8% случаев это может быть живая опухоль При полном рентгенологическом ответе Частота рецидивов составляет 3-5% При полном Поэтому при полном ответе на лечение Возможно воздержаться от загрушенных лимфодиноктомий Но помните, что рецидив может возникнуть У небольшого числа пациентов И потребовать хирургического лечения позже Также очень важно правильно трактовать Динамикливых маркеров Например, у пациентов с очень высокими показателями Хронического гонадотерапина В группе хронического гонадотерапина Больше 50 тысяч единиц У большинства уровень не нормализуется Сразу после химиотерапии И может очень-очень медленно снижаться И в некоторых случаях Это интерпретируется как неэффективность химиотерапии И пациенту отказывают в хирургическом лечении Это также является большой ошибкой Когда выполнять забрюшинную лимфодиноктомию? Считается, что забрюшинную лимфодиноктомию Необходимо выполнять в сроке от 2 до 6 недель После окончания полихимиотерапии Так как было показано, если мы дожидаемся Рецидива заболевания Тогда, когда опухоль начинает прогрессировать После проведенной химиотерапии В этом случае эффективность Забрюшинной лимфодиноктомии существенно снижается Вы видите, что возможность полной резекции Уменьшается с 87 до 72% Уживаемость без прогрессирования Уменьшается с 83 до 62% Живая опухоль находится чаще, значительно Частота около 50% Против 8, если мы выполняем забрюшинную лимфодиноктомию В сроке от 2 до 6 недель И злокачественная трансформация тератома Также происходит в 6 раз чаще В 6% в случае против 1 Объем забрюшинной лимфодиноктомии Должен быть либо стандартным Это двусторонняя забрюшинная лимфодиноктомия Когда удаляется указано на картинке объеме Все забрюшинные лимфодины узлы Латеральными границами служат мочеточниками Мочеточники, максимальные почечные сосуды И дистальные декуркации подвздошных сосудов Но это приводит к потере антиградной экуляции Инфертильности вследствие Под повреждения симпатических нервных сплетений Которые находятся в основном гипогастральное сплетение В области отхождения нижней брюжеечной артерии И ниже Поэтому для сохранения антиградной экуляции Возможно использование так называемых Модифицированных трофарентных Заврушениях лимфодиноктомий Удаление и вселатеральных лимфоузлов От ворот почки до препуркации подвздошных артерий Выполняется с одной стороны В случае правой почки Это параковальные и аутоковальные лимфоузлы До уровня нижней брюжеечной артерии Необходимо избегать диссекцию В области контрултерального Контрултерального сосудистонервного пучка И не удалять клетчатку С контрултеральной стороны Ниже уровня нижней брюжеечной артерии Это основное правило Сохранять лимфоузлы на уровне ниже Нижней брюжеечной артерии С контрултеральной стороны Недостатки модифицированных Трафарентных забрюшенных границ Лимфодиноктомий заключается в том Что в 8% случаев встречается Контрултеральное распространение опухоли Особенно у пациентов С большими остаточными массами Что приводит к большей части рецидивов Требует дополнительного лечения И влияет на отдаленные показатели выживаемости Тем не менее Двумя крупными группами Это Индиана групп И немецкая группа К изучению герминогенных опухолей Показали, что если у пациента Выполняется модифицированная Забрюшенная лимфодиноктомия То частота рецидивов Не высока Она составляет Вы видите В публикации Хайзбера Так как эти 2% В исследовании Индиана Составляет около 5% И очень часто рецидивы Располагаются за границами Обычной За границами Трафаретной лимфодиноктомии При этом антиградная инкуляция При выполнении Трафаретной лимфодиноктомии Сохраняется Односторонней У 85% Болин Если мы выполняем Двустороннюю То сохраняется Не более чем У 25% Пациентов Наш опыт говорит о том Что да Действительно Мы выполняли У 239 больных Двустороннюю Полную Забрюшенную лимфодиноктомию У 49% Модифицированную И в сравнении Эти результаты Оказалось Что частота рецидивов У нас оказалась Выше в группе Модифицированной В 2 раза 2 против 5 Пациентов И также Была несколько хуже Безрецидивная Выживаемость После модифицирования Забрюшения Лимфодиноктомии Естественно Если бы мы Этого не делали То Этих рецидивов Бы не было Поэтому Очень нужно Избирательно Подходить К выполнению Объема Забрюшения Лимфодиноктомии Стандартное Двустороннее Забрюшение Лимфодиноктомии Является Методом выбора При размерах Остаточного Или менее 5 сантиметров Модифицированная Забрюшение Лимфодиноктомии Обеспечивает Сравнимые Энкологические Результаты С меньшим Числом Побочных Эффектов И также Нужно Помнить Что Лимфоток Идет Справа Налево Поэтому При опухне Правая Яичко Результаты 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 Существуют И процентов После Повторно Если у нас Возник Рецидив И нам Приходится Повторно Больного Оперировать Снижается Почти На 30 Процентов 55,3 Процентов Никакое Вовлечение Сосудистых Структур Никакое Вовлечение Окружающих Органов Не является Противопоказанием К загрюшению Лимфоденоктомии После Проведенной Индукционной Химиотерапии Любые Сосуды Можно Противировать Об этом Будут Отдельные Доклады Поэтому Я не буду И почечную Вену Аорту Нижнюю Половену И почечные Артерии И почечные Вены Все Это На современном Этапе Развития Хирургии Вполне Решаемая Проблема Противирование Аорты Слечается Обычно При спонтанных Разрывах Это тоже Можно Делать Классификация Индиана Выделяет Стандартную Забрешенную Лимфоденоктомию Которую Мы выполняем После Индукционной Химиотерапии А также Осложненную Забрешенную Лимфоденоктомию Которая Относится Забрешенную Лимфоденоктомию После Более Чем Обновления Химиотерапии Забрешенная Лимфоденоктомия При возникновении Рецидивов И поздних Рецидивов И забрешенная Лимфоденоктомия при положительных маркёрах. Все эти варианты спасительных заброшенных лимфоденотомий ассоциированы с высокой вероятностью резекции в прилижающих органах и сосудах, о чём вы сегодня услышите. Операции при положительных маркёрах ассоциированы с большей частотой выявления живой германогенной опухоли. Вы видите, в 34% случаев может выявляться живая опухоль у пациентов с положительными маркёрами. Тем не менее, вы видите, что 5-летняя общая выживаемость, это наши данные, пациентов с положительными маркёрами после химиотерапии составляет 41%, что, в общем-то, относительно неплохо, ведь рецидивная 5-летняя выживаемость 31%. 31% больных мы можем вылечить, выполняя заброшенные лимфоденотомии у пациентов с положительными маркёрами. Местные рецидивы после заброшенной лимфоденотомии возникают приблизительно у 2-3% больных, по данным разных авторов, в том числе по данным наших, 2,5%. Повторная заброшенная лимфоденотомия, как я уже сказал, ассоциирована с худшими результатами. Частота рецидивов после повторной может достигать 50%, но только 2,6% после первичной, поэтому нужно всегда стараться выполнить радикальную операцию на первом этапе. Если у пациента возникает поздний рецидив, то обычно его оперируют сразу, не проводя химиотерапии. Если у пациента нормальные маркёры, если маркёры повышены, обычно проводится сальважная химиотерапия, спонсирующая заброшение лимфоденотомии. В случае отрицательных маркёров пациента сразу нужно оперировать. Причина рецидива очень часто бывает, как я не знаю, казалось бы, левую почечную артерию, которая должна всегда быть видна, и лимфоузлы вокруг левых почечных сосудов должны быть удалены, если там остаточное заброшенное опытовой массы. Резекция резидуального опыта за пределами заброшенного пространства выполняется обычно по принципу, где больше объёма поражения, выполняется первая операция. Обычно это заброшенные узлы, поэтому заброшенные лимфоденотомии, как правило, чаще выполняются на первом этапе. В большинстве случаев имеется соответствие строения заброшенных масс после химиотерапии и других метастазов других локализаций. Если мы находим полный некроз, и пациента в заброшенных лимфоузлах есть мелкие метастазы в лёгких, то за ними возможно наблюдать. Если мы находим зрелую таратолу, то необходимо удалять все электроперитомиальные лимфатические узлы. Консолидирующая терапия показана только, если мы находим больше 10% живых клеток в удалённой опухоли. Это сложно посчитать, эти 10%. Тем не менее, мы должны знать, что консолидирующая химиотерапия возможности очень-очень ограничены. Мы влияем на выживаемость без прогрессирования, мало влияя на общую выживаемость. Поэтому химиотерапия показана больным с одним фактором риска, который вы здесь видите. Это радикальность, группа прогноза и процент жизнеспособных у химиотерапии. Также с двумя, но не показана пациентам без этих факторов прогноза, а также с двумя и более факторами прогноза. Консолидирующая терапия, как я уже сказал, мало влияет на выживаемость, общую выживаемость больных с визуальной опухолью. Достоверных различий в своих сериях наблюдений мы не получили, ведь кривые идут практически вместе. Пациенты, которые получили, не получили консолидирующую химиотерапию. Таким образом, этот вопрос должен решаться на мультистин с меминарным потенцилием. Таким образом, двусторонняя заброшённая инфарентония является стандартом у больных с распространёнными гермоногенными опухолями после химиотерапии. Модифицированная заброшённая инфарентония показана пациентам с опухолью левого яичка в основном небольшим размером заброшённых метастазов до 5 см в соответствующем стороне поражения первичной опухоли. Прогнозировать наличие некроза в осадочных массах невозможно при несеменованных опухолях и все остаточные опухоли подлежат удалению. Радикальность удаления является независимым крайне важным фактором прогноза выживаемости после заброшённой инфарентонии и расширенные операции с резекцией окружающих органов и медицинальных сосудов являются оправдывателями. Спасибо за внимание.